С другой стороны, нет худи без добра. нет худи без бобра есть худи из бобра есть бобра нет худи из бобра и есть худи из бобра извините вас нет худи из бобра помнишь замечательная шутка копательская про бобра что-то там был какой-то имя какой-то имя иван иванович там сукин он малину обобрал вот никто не обобрал а иван иванович обобрал там а иван иванович спотыкнулся а бобра вот никто не обобрал иван иванович бобра на самом деле для чего мы сюда пришли мы Мы пришли в эту замечательную Курилла-студию, у нас Курилла будет называться студия. Куриллы. А хотим мы рассказать о том, что сегодня в благосфере в топе Яндекса есть темы, которые заставляют радоваться пользователи из живых журналов. Мне, как юзеру, юзеры. Ну, я учитываю, что не выговаривать букву Л, слово лузер не получается произнести, получается только юзер. Лузер. Мне понравился вот пост, замечательный с фотографиями корейского фотохудожника, постановочные фотографии, фотографии по мотивам детских рисунков, то есть показывается детский рисунок, по которому сделана фотография, и сделанная фотография с живыми людьми, с антуражем, то есть полностью выстроено то, что происходит в детском рисунке, только как бы в живую. Абсолютный сюр. Шикарно. Но мы даже нашли пару косячков там. Там будет фотография, вы увидите, и на фотографии изображена женщина, которая стоит в таком, как будто в розовой арке, в розовом платье, в красной арке, типа, и вокруг нее стоят там люди, ну, детишки. На самом деле на рисунке на детском изображена женщина, не стоящая в арке. Так как у детей воображение по-другому, они рисуют все в плоскостном изображении, не в перспективе, а не в 3D, а в 2D. И на этом рисунке изображена эта женщина, только она не стоит в арке, она лежит, а вокруг нее стоят люди. То есть, ну, типа, спящая красавица сюжета, я так понимаю. То есть она не стоит, она лежит, а почему-то на фотографии она изображена, ну, то есть фото сделали стоящую. То есть мне кажется художник немножко не догнал, что ребенок имел в виду. Ну так, прикольно. А я вот параллельно вспомнил еще один сайтец, проза.ком.ua, украинский. Вот, там тоже всякие странные художники, там всякие странные писатели. Он такой, как бы, сайт немножко контркультурный, но об искусстве, о разном вообще. И там были детские кошмары, когда ребенок рисует свой страх, ну, какой-то там монстр просто нарисовал, да. А вот Захар про это ты, по-моему, рассказывал, какой-то американский художник. Про это рассказывал? Да, берет и... А он их доводит до того, что это вот прям яркая картина, да. Еще, испорченные торты. Почему испорченные? Даже сразу не понимаешь, что это торт. И даже как... Это фотографии тортов, да? Да, и причем... Торт как произведение искусства. Хорошо в этом то, что это наше русское. Вот, то есть, есть женщина, которая делает торт. Они, видимо, дорогие, да вкусные по-любому. Ну, хорошо. Но прежде всего красивые. И возникает, блин, а как вот интересно эти буквы наносились. А вот это из чего сделано? И самый страшный вопрос. А как их есть? Тогда можно пофантазировать. Можно любое... Много кулинарных продуктов и как бы готовить. Например, сосиски в виде поезда. Знаешь, паровозик такой с вагончиками такой. Ну, просто стилизованный. Сосиски. Прям раз варишь, потом живешь. А еще из каких продуктов можно там сделать что-то смешное? Ну, из шоколада можно сделать глаз. А с шоколадкой можно, знаешь, делать, мне кажется, стилизовать. Вот, знаешь, для любителей истории. Я, например, в детстве увлекался историей. Если бы я в детстве купил шоколадку, открыл ее, а там бы оказалась вот эта шоколадка, стилизованная под глиняную шумерскую табличку с этим, с палочкой, чтобы писать можно было. Я бы там вообще покончался. Круто. А я вот по поводу шоколадок вспомнил нечто. Помнишь «Спокойной ночи, малыши», когда у них сначала была пластилиновая составка такая крутая? Да, да, да. А потом они начали менять, там дизайн делал современный-современный, нарисовали рисованный. Мне не нравилось. Конечно, не нравилось. Я потом понял, почему. Буквально немножко подумал. Типа едет камера, да, и открываются двери. Эти двери в форме шоколадок абсолютных и коричневого цвета. Ребенок смотрит «Спокойной ночи, малыши», и ему подсознательно хочется шоколада. А еще я недавно посмотрел несколько эстонских рисованных мультиков. Уже после распада Советского Союза эстонцы начали рисовать мультики. В этих мультиках, в общем, какие-то непотребные лыбища были в главных героях. Ну, типа, знаешь, капитошки, только вот по-эстонски такая штука такая. Она живет в море. У нее там есть друзья, там рыбы, еще там что-то. Крабы. И есть враги, моряки русские. Они засирают природу. И эстонское море в частности. А еще эта же тварь, она жила в Таллине. И залезла под землю в Таллине. И нашла корни Таллина. И увидела там, если знаешь, под землей такая джжжж. Такие корни висят у домов. Корни. Это что там? Такие корни такие. Знаешь, что же. Это что? А ей такие таллинские гномики. Это корни Таллина, не трогай. Вот. А теперь представь себе. И она идет такая. Смотрим на корни. Там видимо с потолка свисают, да? И один такой гнилой корешок. А нас у него так и памятник солдату бронзует. Да, да, да. Это последующая серия. Следующая серия. Типа того. Черт, блин. Как хоть политику можно в мультике нести? Я вообще не понимаю. Вот. Ну и что? Холмс-то. Что Холмс? Холмс. Я сегодня читал. Говорит. Ну а типа что вы не знаете, кто такой директор Маши Поляковой? Это ж Красиков. И дает ссылку на его жжжа Красикова. Ну то есть он дал ссылку на жжжа человека, который как бы по его мнению является директором Марией Поляковой. И такое типа что? Ну я не опровергнуть, не согласиться, не могу с этим. Все это знают. Потому что я еще не видел. Но на самом деле вот мы сегодня выкладываем, выложим обязательно оставшиеся три части интервью с Марией Поляковой. И я думаю пора завязывать. Да. Мы стали первые, кто взял у нее обстоятельное интервью. И теперь мы стремимся к другим вершинам. Не надо потому что стоять на месте. И не надо оглядываться назад. Надо всегда идти вперед. Не оглядываясь назад. Не оглядываясь назад. Потому что наша удача сильнее чьих-то неудач. Вот. Но еще хотелось бы сказать, что на этой ноте, я думаю, мы заканчиваем все о Марии Поляковой. Дальше мы отпускаем в плавание самостоятельно. Пусть она сама. Я думаю, она сильная женщина. Она справится со всеми невзгодами политической. И шоу-бизнес жизни. Да. И желаем ей удачи в нелегком политическом и опять же шоу-бизнес труде. Возвращаться к этой теме, я думаю, уже не стоит. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...